Добрый день! Вы смотрите НВК Саха и мы вас приглашаем в самый уютный город, в наш город женщин. Сегодня у нас будет очень много интересного, мы вместе с вами попытаемся найти секреты красоты. Я считаю, что каждая женщина должна быть красивой не только внешней, но и внутренней. Именно об этом мы сегодня поговорим с нашими потрясающими гостями, которые достигли в этой жизни больших высот. А я считаю, что нужно обращать внимание не только на красоту женскую, но и на красоту вокруг. Поэтому я сегодня расскажу о Турции, о направлении популярным востребованным, вроде бы изученном от начала до конца. Но и там есть свои скрытые красоты. Вот так мы полетаем вместе с Катей Кириллиной, также пофантазируем с Юлианой Ким. Пожалуй, с этого и начнем в эфире «Фабрика идей». Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня я хотела подкинуть вам одну идейку. Как же сделать красивым наш двор, если у вас есть дача или у вас частный дом. Например, моя мама очень любит украшать двор. То есть она покупает какие-то статуэтки, гномики, аисты, лебеди. Я подумала, что ей было бы приятно, если бы я еще к этому добавила фигурки веселые. Это может быть абсолютно все, что угодно. Например, вы можете пофантазировать. Если вы найдете камень в виде груши, вы можете нарисовать грушу. А если вы найдете камень в виде пчелки, вы можете нарисовать вот такую вот забавную пчелку. Также мне попался вот такой камушек, и я подумала, что она похожа на клубничку. Так. И вот, смотрите, такой маленький цыпленочек у меня получился. Цыпленочек. И потом я нарисую еще вот такого петушка. Глазки мне осталось ему подрисовать. Итак, что же нам понадобится для того, чтобы сделать такие поделки? Для начала вы можете либо поехать на берег реки нашей Лены, либо на дачу поискать какие-то камушки, может быть, где-то у вас лежат, вы замечали, видели. Затем вам нужно будет стряхнуть с них весь песочек, помыть, посушить камушки. Следующим этапом нанесение акриловой краски, она будет служить вам как грунт. То есть все поры закроются, и не будет дырочек. Затем вам нужно выбрать подходящий цвет краски, тоже акриловый. Я сейчас вам покажу, как сделать божью коровку. Мы берем кисточку и начинаем красить в красный цвет. Вот видите, за счет того, что мы нанесли акриловый грунт, у нас краска смотрится очень ярко. Девочки, скажите, пожалуйста, а у вас есть дача или дом, или, может быть, родители в деревне живут? Хотели бы вы сделать такие? У меня дачи пока нет, но у меня родители действительно живут в деревне, домик в деревне у нас есть. И моя мама очень любит со своими внуками заниматься. И вот такое занятие, думаю, ей придется по душе. Хорошая идея для летнего досуга, мне кажется. Да, многие сейчас даже и дворы в городе украшают, делают из шин разные поделки, лебеди. Так что красота, она еще должна быть вокруг нас, да? Моя соседка вот очень красиво украсила свой подъезд. Там есть и солнышко, и вот эти всевозможные фигурки, мне кажется, из самых подручных материалов, которые можно найти даже в ближайшей помойке. Да. Я видела из пластиковых бутылок делают клумбы красивые. Угу. Любой формы. Мне кажется, не только красиво, еще и экологично. Эстетично. Вторая жизнь еще. Эстетично и очень весело. Итак, я вот красным нанесла, да? Теперь мы должны сделать черную полосочку такую посередине и впереди мордочку. Юлиана, а без грунта уже камень не будет таким ярким, да? Конечно. То есть это обязательное условие? Да. Ну, вы знаете, я вот посмотрела в интернете, да? И там некоторые делают, грунтуют клейм ПВА. Клейм ПВА. А-а-а. Ну, я вот как-то решила сделать так, акриловые краски. Потому что мне нравится, когда краски, они выглядят очень ярко. Так. Вот мы сделали полосочку. Ну, от клея, наверное, все равно не будет такого яркого эффекта, да? Да. И в конце, вот когда мы уже разукрасим наш камушек, распишем, да? Нам нужно будет покрыть акриловым лаком. Это для защиты от дождя, от каких-то внешних воздействий. Собака может покусать. Разные могут быть случаи. Вот. А у тебя есть дача, Елена? Да, у меня есть дача. Я когда-то давно, лет 6 назад, для мамы делала такие фигурки. Угу. Но я их сделала мало. И у меня все в голове была мысль о том, что я должна закончить это дело, должна сделать еще, еще, еще побольше, чтобы было вот красиво. Ну, все никак, руки не доходили, и вот сегодня, я думаю, что... Даю себе повод порадовать маму. Да, да, да. Абсолютно верно. Итак, ну вот, пока наша божья коровка будет подсыхать, а я вот для нашего петушка нарисую глазки. То есть можно целое семейство такое придумать, да? Да, можно вот курочку еще сделать. Я вот сейчас во время передачи тоже что-нибудь сделаю. У меня вот осталось несколько камушков, которые я покрыла уже грунтом. Но пока я еще не придумала, кто же это будет. В зависимости от формы, да, тоже можно отталкиваться. Вы знаете, когда сегодня я готовилась к передаче, я окрасила эти камушки, я испытала такое вот удовлетворение, удовольствие от того, что я сижу и крашу и придумываю вот эти камни, расписываю камни. Это невероятное ощущение. Так что я хотела бы, чтобы и наши телезрители тоже испытали такое. А долго все это сохнет? Нет, это акриловая краска, она сохнет очень быстро. Да, вот видите, я даже вот один цвет нанесла, и сразу на него второй цвет. То есть не бойтесь, что размажется краска. Ну и если вы хотите убыстрить ваш процесс, просто феном посушите. Ага, тоже такой лайфхак. Пока летом на даче, я думаю, это не проблема, поставил там на 5 минут. Если будет солнечно, да. Ну да, да. И вот, кстати говоря, мой сын вчера вот прибежал ко мне и говорит, мама, я тоже хочу красить. Я ему дала камушек, он нарисовал свою любимую бейблейд. Да. Довольный такой, что он мне помогает. Помог, кстати, разукрасить некоторые камушки. Здорово. А во что же превратятся остальные камни Юлианы, которые там у нее загрунтованы, мы узнаем, как всегда, в конце нашей передачи. Так что, дорогие телезрители, запасемся терпением. А мы продолжаем наш эфир. И сегодня мы говорим о красоте внешней и внутренней. Говорят, она частенько не совпадает. Далее рубрика «Важно». К нам пришла в гости психолог-консультант, травмотерапевт, автор и ведущий тренингов личностного роста Татьяна Васильевна Собарайкина. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Здравствуйте. Очень рада видеться снова. Вновь, да, очень рада, прекрасно выглядите. Наконец-то лето наступило. Да. Все мы знаем, что вот красота внешняя и внутренняя действительно частенько не совпадает. Какая-то вот эта дисгармония, она всегда чувствуется. То ли в блеске в глазах, то ли в свечении кожи, да. И говорят, в каждом из нас живет внутренний ребенок, который за все это отвечает. Так ли это, и как поддерживать этот баланс? Светлана, ты права. Права в том, что вот внешняя наша красота, во многом зависит от внутреннего нашего состояния. Хоть как мы себя не украсим, но мы не скроем, если внутри у нас не живет счастье. Поэтому, и еще ты права в том, что внутри нас живет внутренний ребенок. И он же радостный, он довольный, он счастливый, он хочет играть, он каких-то таких, хочет сделать прорывов таких, да. Это же наш внутренний ребенок. И внутри нас сидит три наших части. Есть внутренний ребенок, есть внутренний наш взрослый, и есть внутренний наш родитель. Внутренний наш, например, взрослый, он регулирует и родителя, и ребенка. А ребенок может выйти из-под контроля. То есть он не может поддаться нашему внутреннему взрослому. Поэтому, как мы это видим, как это, ну, где это проявляется, как поведение, да, когда мы принимаем неправильные решения. То есть это такая наша иррациональная часть. Ну, да, по-разному его называют психологи, да, но я больше склоняюсь к тому, что это про внутреннего ребенка, да, это разные психологи его называют по-разному. То есть про, но оно говорится о том, что есть внутри нас составляющие части наши, да. И, например, наш внутренний ребенок, он, если травмированный в детстве, как он может быть травмирован, когда его не полюбили, когда родители его не приняли, когда родители не обращали внимания, когда больше давали внимания другому ребенку. Как же о нем заботиться тогда? Да, и этот внутренний наш ребенок, мы уже взрослые, нам больше 40 лет, но он будет требовать к себе внимания со всех, с детей, со своих, с мужа. Он будет к себе усиленного внимания требовать. И поэтому сейчас мы очень много говорим, психологи говорим, и работаем в индивидуальных консультациях, в тренингах с нашими вот внутренними частями. Смотрим, какая часть наша травмированная. И часто травмированный бывает наш внутренний ребенок. И когда мы уже потом становимся, например, с травмами, взрослеем, становимся родителями, оттуда и идут корни, источник нашей гиперопеки, наших детей. Что мы, они очень сильно беспокоимся, боимся, мы прямо тревожимся по каждому случаю. Не дай бог, там он один, он справится, не справится. Это, конечно, потому что есть у родителя личная травма детская, поэтому ему, например, не хватило со стороны отца, и он начинает будет требовать, что взрослая женщина от мужа, прямо обращай внимание на детей, давай, а он будет говорить, что я с ними по-своему играю, и забочусь, и так далее, даю свою любовь, как понимаю, да, но это даю. А женщине будет все время хватать, что как будто мало. Вот, поэтому, и, например, в последнее время я с каждым клиентом, который приходит, разговариваю про, вот, проверяем про внутреннего нашего ребенка. Прямо с детства начинаете, да? Начинаем с детства, как тебе было, что-то, какой ты себя чувствовала, например, раз это горд женщин, тут женщины нас слушают, да, и как тебе было, как тебя любили мама, папа, как они это проявляли, и чувствовала ли это ты, как оно. А родители могут говорить, да, мы тебя любили, например, да, а ребенок уже взрослый, он говорит, нет, меня не любили, любили больше старшего брата, например, да, или младшую больше любили, чем меня. А вот вы уже затронули невольно эту тему, которую мы хотели поднять, у нас очень много вопросов поступило от наших телезрителей, да, видимо, последние звонки, дают о себе знать. Как же сделать так, чтобы, ну, смириться с тем, что ребенок вырос, отпустить его, предоставить волю, самостоятельность? Ну, ты сама сказала о том, что надо с этим смириться. То есть смирение как идет? Когда мы внутри себе говорим, просто себе как некое такое убеждение, говорим, мой ребенок уже вырос. Это надо мантру себе записать в голове? Да, типа такого, да? Начать с этого, что мой ребенок уже вырос, он большой, ему столько-то лет, прямо говорить, говорить, да, то есть уговаривать себя, что он вырос, да. Еще со своим внутренним ребенком человеку надо поработать. Я бы так рекомендовала, если очень сильные страхи, беспокойства. У нас есть внутренний ребенок, взрослые и родители. А родители? Как нам их распознать? Допустим, я сижу, как вам не три разные вот эти сущности? Или кто-кто? Что за разделение личное? В зависимости, наверное, от ситуации, да? Конечно. Например, если мы принимаем решение, там выступает наш взрослый. Связанный с работой, связанный с какими-то большими проектами, с какими глобальными, какими-то изменениями в жизни, это наш взрослый принимает. Я родитель, он спокоен за своего ребенка. Мы там видим. Например, да, когда я спокоен за своего ребенка, я принимаю его возраст, я с ним вместе рощу, например, да, расту, то есть, да, начиная прямо с пеленок, вместе с ним, учитывая его возрастные особенности, что у ребенка, принимая то, что у ребенка могут быть изменения в связи с возрастом, что я это принимаю, понимаю и применяю те же методики или то, что с ним в этом возрасте можно так разговаривать, а в этом возрасте мне совсем по-другому надо разговаривать. Это я принимаю. А когда я ребенок, это когда вот праздники, когда радость, когда веселье, когда мы позволяем себе от души прямо, позволяем себе радоваться, веселиться и так далее. Это вот наш внутренний ребенок. Наш внутренний ребенок проявляется, мы его можем проверить в партнерских отношениях. Когда я к партнеру своему, к мужу, например, отношусь как с равным как с равным а если я вижу в нем ребенка как часто бывает или вижу в нем как у того человека который должен обо мне заботиться это уже наш внутренний ребенок требует ребенок действительно понять не можем да и требуем вот этого внимания от мужа от детей от детей лучше работать вместе всем наверняка лучше в этом случае например я как психолог приглашаю всю семью но обычно приходит по поводу ребенка то есть мама может говорить вот с моим ребенком что-то поправа очень высокая тревога на ребенка смотрю с ребенком все нормально например даже нет не стоит бесплатно мама просто нет прямо вот такая очень внутренне такая тревога такая волнение и тогда говорим мама ну давайте работать с вами причина мама мама да причина в маме а мама насколько готова это принимать или не готовит уже это ее выбор а как вы смотрите на такие ситуации когда допустим супруги жена говорит видит проблему говорит пошли психолог специалист а супруг ну или супруга не хочет не понимает зачем говорит мне это у меня проблем нету таких случаях как грамотно поступить я не знаю как решить стоит ли в одного идти или надо дождаться пока созреет половинка смотрите в этой ситуации важно это беспокоит вы как как раз и считаете что с вашим мужем что-то не то и тогда это ваши страхи это ваша какая-то обида или что-то да тогда с этим стоит прийти поработать а если муж заходит сам то он обязательно придет у меня например очень много клиентов мужчин большинство моих клиентов я сейчас в данное время это мужчины и они и они приводят своих жен а с какими проблемами часть но чаще приходит по поводу непонимание в семье да то есть например говорят я вот так настолько мощно развиваюсь а он как будто отстает мы рядом как будто вместе не идем как будто мы в разве я в развитии далеко ушел или ушла а она как будто отстала что это сейчас не это часто такая встречаемая проблема с которой приходят приходят по поводу детей воспитания что разные видения муж так видит и так хочет а жена вот так видит и так хочет и из них на на фоне этого возникают очень много конфликтов как помогаете найти компромисс да но мы там работаем с семейными парами в паре работаем да потом приглашаем их по отдельности там уже все все зависит от первой нашей встречи а может даже первая встреча все понять все рассказать потому что всегда семейным вот например парам нужен третий человек который будет говорить вот она сказала тебе про это обычно мы часто не слышим друг друга мужского языка на женский наоборот конечно да вот вот именно из-за этого мы вот так и приглашаем каждый человек он со своей колокольни как говорится видит свое да конечно и нужен им обязательно третий человек тем более если это специалисты это здорово но мы часто обращаемся к нашим друзьям чтобы они нас как-то правильно рассинили но все равно друзья не принимать чью-то сторону больше и тогда для гармонии нам что нужно прежде всего прежде всего значит обратите свое внимание на наше внутренние вот три составляющие такие и чтобы они были в гармонии то есть начать работать с внутренним ребенком успокоить его баловать его поводить его в парк например стоят прислушаться и тогда я думаю будет гармонии будет красота и внешне конечно 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 потому что мы удовлетворение получаем спасибо вам большое мы продолжаем наш эфир и далее мы будем говорить о красоте внешней и в гостях у нас наша очаровательная гостья с первопрестольной лусинэ май тисян пластический хирург дерматовенеролог косметолог здравствуйте лусинэ здравствуйте добро пожаловать наш город женщин уже не первый раз у нас да я в прошлый раз когда пролетала в якуск тоже была воскресенье это очень хорошая традиция давайте сразу начнем вот как же сохранить подольше свою красоту очень часто задают мне такой вопрос все у того что сейчас интернет развивается все больше развиваются коммуникации так далее причем со всего мира и сейчас ученые пришли к тому мнению что с 24 лет собственно гиалуроновая кислота уже перестает вырабатываться и вырабатывается такой фермент как гиалуронидаза которая расщепляет свою гиалуронку и соответственно специалисты рекомендуют ухаживать за кожей и прибегать уже к антивозрастным каким-то процедурам после 24 лет для того чтобы сохранить свою молодость и красоту до определенного периода прежде чем прибегать уже к пластической хирургии то есть 24 года это такой рубеж когда уже надо серьезно заняться да конечно есть это какие-то разности то есть кто-то стареет быстрее кто-то медленнее но в среднем ученые доказали что в 24 годам уже приходится ухаживать за собой а мне вот рассказывали знакомые до которые пошли к косметологу у них попросили фотографии их матерей отцов родителей посмотреть на гены это важно нужно смотреть на своих родителей очень интересно кстати к сожалению лично я такого не прибегаю потому что возрастная категория которая ко мне как бы обращается они достаточно уже взрослые люди то есть это 35 плюс очень редко ко мне обращаются молодые девчонки поэтому нет к сожалению мы на родителей не не обращаем внимание потому что это уже создавшиеся какие-то черты лица и анатомия уже достаточно взрослого человека а как вы понимаете вот вы в первый раз видите женщину ну чаще всего женщину да что ей нужно как понять у меня есть своя авторская методика с которой я в этом году параллельно выступала на слмс это конгресс в америке и практиковала как раз таки эту методику по золотому сечению то есть есть золотое сечение есть какой-то стандарт красоты и есть какие-то параметры которые уже приняты в природе и они заложены у нас уже на каком-то эволюционном уровне и исходя из этого мы подбираем рассчитываем все и за счет этого создаем какие-то да вот мы видим как раз вас за работой до этого были фотографии когда вот до и после да есть некоторые вот как раз таки девушки видите достаточно взрослые которые обращаются здесь конечно уже идут возрастные изменения серьезные мы пытаемся вернуть молодость за счет каких-то уколов инъекций а какие-нибудь ситуации когда вот клиент приходит и требует того чего в принципе ему не нужно вы на глазу наверное можете определить да вы их отговариваете это достаточно часто и приходится очень правильно и очень вежливо либо отказать либо направить другому специалисту потому что есть некоторые люди да которые соглашаются с мнением каждого пациента и выполняют то что они хотят да есть такие случаи какие вообще процедуры востребовании всего и эффективнее на самом деле после того как я начала говорить о а вот методики золотого сечения как правильно подобрать все параметры чтобы лицо смотрелось достаточно гармонично то сейчас в основном все люди которые ко мне приходится они обращаются именно с той проблемой что нужно создать какие-то идеальные черты лица и мы как раз таки вот это выбираем вы как врач вот наверняка рассказали вот постоянно обучаетесь да насколько это важно быть идти в ногу со временем и часто ли вообще новые методики внедряются в жизнь да к счастью сейчас российская наука очень сильно развивается и этому уделяется достаточно серьезное внимание как со стороны правительства так и в отдельных республиках я уверена потому что уже практически два года я работаю в американской компании очень часто езжу то есть я посетила практически всю россию и приходится очень часто посещать посещать зарубежные конгрессы и на них выступать соответственно я считаю что это очень важно где вы побывали ну самое последнее и на мой взгляд грандиозно это америка потому что там было очень интересно и конечно посмотреть как зарубежные доктора работают да обмен опытом и самое было интересно что это была сам молодой специалист потому что за рубежом в основном такие серьезные специальности как пластическая хирургия косметология это уже состоявшиеся люди которым старше 45 лет и мне было очень интересно конечно у них принять какой-то опыт и меня радовало то что и они могли у меня чем-то научиться и что-то посмотреть а почему вы выбрали именно эту стезю вот такой вот путь красоты индустрии красоты ну во первых это востребовано во вторых мне нравится когда от меня люди уходят с бурей эмоций с позитивом и желанием что-то красивое тоже совершать я получаю от этого удовольствие а сейчас довольно часто можно встретить девушек с большими губами мягко говоря говорят это очень больно но это неприятная процедура вам скажу честно да считается что ну года два назад еще это было очень популярно достаточно востребовано то есть иногда приходилось отговаривать что хватит этого мне нужно достаточно но понимаете есть такая еще особенность если ты человеку отказываешь в том что он хочет он уходит и может написать не очень хороший отзыв может не очень хорошо да у него остается очень причем достаточно серьезный негативный осадок вот до этого у вас был разговор с психологом я прислушивалась и делала да остается очень такой плохой осадок и я думаю что к ним им как раз таки нужно обращаться к психологам психотерапевтом и некоторых случаях нужно а если на случай когда это пластическая хирургия это как сказать так необходимость в общем может быть какая-то асимметрия лица там и что да конечно сейчас в основном я как раз таки встречаю с тем что я в основном решаю такие проблемы когда есть природная асимметрия есть какие-то неровности есть те дефекты которые да те дефекты которые действительно нужно скрыть то есть на этом этапе своего профессионального так сказать роста я занимаюсь как раз таки это в любом случае какое-то медицинское вмешательство как нужно вот быть готовым к этому надо здоровье заранее там подготовить какие противопоказания есть если имеете ввиду косметологию то противопоказания конечно это все-таки онкологические какие-то заболевания мы стараемся если была до этого онкология в анамнезе то все-таки мы просим какие-то справки от лечащих докторов и так далее серьезные аутоиммунные заболевания которые приходят в хронизацию сахарный диабет в период какой-то активности да то есть а в первую очередь конечно нужно привести порядок здоровья только после этого заниматься внешней красоты то есть придя косметологу это очень странно да если он сразу начинает делать процедуру надо сначала все обговорить проговорить да конечно мы все это обговариваем заранее у нас есть ассистенты которые заранее все это спрашивают разговаривают выясняют все эти моменты только после этого человек уже записывается только после этого а вот после не скажите пожалуйста вот с чем связан этот рост популярности пластических операций вот раньше наши годы годы наших мам бабушек такого не было с доступностью с популярностью или с чем или хотят выглядеть красивыми все по поводу доступности конечно я бы так не сказала она не совсем доступна это все-таки достаточно дорогостоящие процедуры наверное популяризация того что мы все-таки смотрим на звезд на известных людей да и все-таки появляются какие-то стандарты красоты и хотим мы этого или нет нам приходится с этим тоже смириться и потому что в связи с этим мы хотим вам показать фотографии знаменитых девушек вот скажите нам они что-нибудь собой делали или нет пожалуйста вера брежнева но она говорит что она натуральная хотя губы были увеличены я думаю что примерно год назад потому что в нижней губе еще есть какой-то остаток геля в лоб достаточно гладкий в наобу все-таки стоит ботокс а вокруг глаз они очень часто отказываются чтобы сохранить какую-то жирность эмоций а тут что ну анжелина джоли она как раз таки является нашим стандартом золотого сечения идеального лица но сейчас она уже отказывается от каких-то процедур именно контурной пластики здесь конечно были увеличены губы подбородок скулы ринопластика дальше еще одна фотография тут есть наше наше место могу сказать потому что девушка сидит в свитере но тут непонятно да все натурально мы точно можно сказать что у туяры наши все натурально спасибо большое лысины спасибо вам за то что украсили наш эфир за то что пришли к нам пожалуйста придерживайтесь традиции в следующий раз мы тоже обязательно вас ждем на спасибо дали небольшая рекламная пауза далее наша традиционная рубрика про путешествия от кати кирилльной красный чемодан привет всем мои дорогие будущие путешественники очень рада всех вас видеть и с вами рубрика постоянная красный чемодан где мы с вами учимся быть финансово грамотными чтобы регулярно путешествовать и сегодня я бы хотел рассказать о нашем задании опять же который касается расхламлений как из него можно сделать даже семейную традицию может быть да чтобы обмен вещей в доме в природе до вашем доме стал таким приятным ритуалом и как вообще можно привлечь семью и домочадцев к этому процессу вообще в первую очередь конечно нужно мотивировать мужа детей то что вот сделав это вы сможете полететь например куда-нибудь в интересное увлекательное путешествие и несколько способов которые мне кажется ускорят этот процесс это во первых нужно поставить таймер и посмотреть сколько вещей вы сможете вместе семьей найти в вашем доме который можно будет от которых можно будет вообще избавиться избавиться я имею ввиду допустим что-то продать по такой символической цене в итоге чего у вас накопится на бюджет это сумма заветная которую можете сложить копилочку это могут быть любые вещи любые вещи да мы часто говорили о том что нужно расхламлять одежду даже книжки там гаджеты детские игрушки все что угодно все что в вашем доме находится и вышло из такого активного потребления еще в хорошем состоянии оно может быть продано и может быть превращено как раз таки ваше регулярное путешествие вот поставить таймер посмотреть сколько вещей можно собрать в кучу которые можно в хорошем состоянии можно их продать дальше нам нужно устроить соревнования то есть с ребенком с мужем например да кто этих вещей набрал больше то есть кому там больше возможно какую-то плюшечку там не знаю вкусный кофе пироженку и прочее да все продумывайте самостоятельно у кого какие интересы а дальше мы играем еще в минимализм там нужно нам поставить такой себе вызов когда в течение недели вы выбрасываете по одной вещи каждый день не выбрасывайте то есть нужно откладывать какую-то может быть чемоданчик что символично кстати да какую-то корзиночку коробочку потом и от них можно будет вот как бы потихонечку от них расхламляться скажем так для продажи выше выше вышедших из активного употребления вещей я рекомендую использовать те такие сайты как ну доска например да юла и все прочее там очень все просто делается и поверьте спрос довольно такой активный главное чтобы вещи были в приличном состоянии чтобы они не были заношены до дыр там не имели каких-то дефектов а в целом они уйдут очень быстро ну и конечно не стоит загибать цену я понимаю то что частенько за какую-то вещь вы даете довольно много денег а продавать ее за какие-то там ну символичные деньги это бывает немножко психологически сложновато в таком случае что мы делаем закрываем глаза представляем как мы лежим на теплом пляже китайланда того же да и с легкой душой отправляем эту вещь другому хозяину такой обмен да обмен энергиями там я не знаю да в общем получается что делать тем которые не любят расставаться со своими вещами может быть они им что-то напоминает молодость юность совет вот на такие эмоциональные допустим допустим это вещица да надо с ними надо будет с ними знаете так поговорить условно да то есть поблагодарить эту вещь то что она была в вашей жизни за те эмоции приятные которые она вам принесла до в эту жизнь и отпустить почему нет не обязательно то выкидывать помойку можно будет допустим передарить почему нет пусть она тоже приносит далее кому-то еще столько же радости причем это знаете еще такой посыл наверное в сторону осознанного потребления чтобы вещи они находили свою вторую жизнь то есть да допустим хорошая одежда качественная да почему нет там на кому-то другом она будет нужнее чем моих антресолях например напоминаю то что мы ведем две семьи в нашем проекте которые с нами с нами накапливают деньги на свое путешествие мечты кстати финиш совсем скоро да я да они они вообще в предвкушении давайте посмотрим как они справились с очередным заданием путешествуем с городом женщин и конечно же с любимым красным чемоданом мода может быть на все времена главное чтобы вещь была хорошая и неважно что десять лет назад я купила себе плащ а спустя столько лет из забытого сундука я достаю трейндж вуаля всем привет красные чемоданцы мы вот благодаря этому проекту стали очень много экономить и в этом году на этой неделе мы также сэкономили должны были купить трехколесный велосипед а вошли все магазины города якутска цены начинаются от трех тысяч и выше но мы обошлись то есть не купили в этих магазинах купили в своем любимом магазине интернет всего лишь за 700 рублей ребенок счастлив родители счастливы и сэкономленные деньги положили нашу копилку пока какие молодцы большие молодцы да и сейчас получается в преддверии скажем так того самого финала который они ожидают мне кажется задание выполняется с большим удовольствием и хочу озвучить следующее на следующую неделю а итак нам нужно будет привлечь семью весь этот процесс собрать ненужные вещи во всем доме продать выручить 2500 рублей и сложить их наша с вами копилку мечты и чтобы мы не забывали для чего мы все это делаем я традиционно рассказываю о интересных фактах разных странах сегодня я хочу поговорить о турции мы все привыкли то что турция это битком забитые отели множество народу то есть отельно-пляжный отдых все включено да русская речь везде она впрочем такие довольно популярные и возможно узнаваемые экскурсии и зачастую вот в эту концепцию все включено как раз таки не включено самое важное то есть это сама страна с ее там великим историческим наследием с какими-то прекрасными природными памятниками и так далее и сегодня я хочу с ними познакомить и в первую на списке это гора арарат девочки узнали то что это символ от армянской культуры до армянского менталитета сейчас располагается на территории современной турции но всего лишь 28 километрах от границы с арменией армянская нагорье священная гора по библейским преданиям туда причалил но и в ковчег до сих пор эти поиски но его ковчега продолжаются по сей день очень интересно то что до него довольно сложно добраться на самом деле то есть там нет каких-то постоянных поселений но в то же время сейчас гора открыта для альпинизма для восхождений то есть кто смел кто в меру авантюрин да скажем скажем так добро пожаловать в турцию добраться до пика арарата далее у нас водопады капус баши прекрасное тоже явление природное когда каскадные водопады низвергаются прямо из отвесной скалы то есть они не вытекают с какой-то реки с вершины например да прямо вот стоит скала и посерединке вот такие прекрасные водопады до этого объекта можно спокойно добраться на машине в принципе не так далеко от известных курортов ну допустим день-два можно будет посвятить этому прекрасному водопаду далее у нас по списку подземный город дерин кую это тоже довольно интересный объект расположен в ныне очень популярной каппадокии каппадокия тоже сейчас вот очень так набирает любовь туристов тоже довольно доступный регион можно полетать на воздушных шарах можно переночевать настоящей пещере то есть там есть прямо устроенные да устроенные отели с комфортом а посещение вот этой пещеры включает в туры туропера как правило нет это ты больше для самостоятельного туризма да это такие знаете скрытые красоты такой вроде как изученные от края до поперед а у них кто-то жил да что еще раз у них кто-то жил да историческое наследие там довольно богатая да вот тебе нужно направиться в турцию и обойти эти достопримечательности обязательно называлась дерин кую подземный город это да в районе каппадокии где вот как раз таки летают на шарах можете открыть инстаграм и там скорее всего эти шары появятся но там еще и длин тут и я слышу знакомое название так также вы в турции сможете столкнуться да знаете с таким из нордическим характером даже норвегии местность называется кора денис очень красивая живописная там но это место там больше проживает местные занимаются сельским хозяйством выращивают чай и тут в горах у них получается довольно такой прохладный вот северный климат то есть вот солнечная турция несколько часов это человек стоит да а за счет чего такая почва это не почва это растение этого чая выращивают это грядки походу и что удивительно то что в этом регионе можете увидеть настоящие фьорды как норвежские фьорды это заводей которые вот ность как бы море заходит материк в общем очень красиво очень живописно можно в них поплавать на лодочке едем дальше и в очередь у нас озеро туз соль соляное озеро уникального цвета за счет вот минералов и солей оно имеет вот такой розовато-оранжевый оттенок летом оно к сожалению полностью высыхает но становится не менее живописным то есть там остается розоватый песок то есть фотографии красивые фотографии очень хорошие очень фотогеничные ну и вообще очень интересно то что вроде там не должно быть такого количества скопления соли да в центре материка скажем так поэтому довольно уникальное место тоже советую к посещению тоже довольно доступно для посещения допустим из той же анталии там или из другого эгейского побережья например из города эгейского побережья если что ты можешь да шепнуть куда обратиться что обязательно обращайтесь к нам помимо вот обычных стандартных пакетных туров мы направим вас какие-то интересные места и кстати этот список он я бы его продолжала и продолжала но так как самое интересное я расскажу вам своем офисе скажем так и уже приличные встречи да да уже приличные встречи так что обращайтесь к нам будем рады вам помочь ага и далее у нас раз мы уж говорим о красоте постоянная рубрика от марии корякиной хлопа ресницами и слетай пожалуйста здравствуйте маша маша привет привет тебя не рада вас видеть мы тоже очень рады тебя видеть ну сразу начнем да брови наши все да девочки вообще на самом деле брови это такая наверное больная тема всех девушек да потому что брови они создают наше лицо до полностью поэтому перед тем как даже я допустим до выйти в магазин я не выйду вообще с не накрашенными бровями так вот я сегодня хотела бы вам рассказать как создать гармоничные красивые брови для разного типа лица то есть мы можем не наносить тонн не красить губы совершенно верно бровей на улице не да но без бровей девочки на улицу выходить нельзя фотографироваться нельзя ну и вообще как бы когда как мы только оформим брови красиво их накрасим сразу же да вот такой вот внешний вид как будто бы все да вы свежая вы ухоженная вы уже готовы выходить в люди в массы и так далее выглядите как бы более сразу же гармонично и красиво как ты относишься вот долговременные укладки отлично да сейчас это тренд на самом деле это процедура на самом деле да в 2014 году я и обучилась и она не была такой прям сверх популярны как сейчас но я думаю всему свое время потому что сейчас очень классный тренд на натуральность на такие широкие брови это супер но это не всем идет я сразу говорю это нужно кому да давайте сразу вам как бонусом молодым девочкам да это больше подходит тем у кого такие вот бровки очень густые и плохо поддаются укладки гелем либо это брови вниз растущие либо хаотично растущие то есть это не нужно всем подряд если у ваши бровки и так послушные хорошие можно гелем уложить обычным и все но если они не поддаются то пожалуйста того что дано да и того что дано природы дорогие телезрители небольшая рекламная пауза потом мы сразу вернемся посмотрите город женщин и у нас в гостях основатель и ведущий тренер центра дизайна взгляда премиум лишь мария корякина маша что же ты тут у нас изобразила и так я сегодня хочу вам рассказать как сделать гармоничную форму брови у себя дома и так смотрите самое главное нам нужно определить три наши точки это начало брови это наивысшая зо точка она еще называется арочная зона и кончик брови и так вам нужно самое главное девочки для того чтобы подобрать гармоничную форму для себя придерживаться естественной линии бровей потому что это большая подсказка природы которая создала уже гармоничную форму для ваши брови поэтому всегда ориентируйтесь дома у себя когда вы смотрите на себя перед зеркалом какие у вас бровки уже от природы и потом мы уже будем работать с этими тремя точками и я буду вам рассказывать какая все-таки больше форма брови вам подойдет форма это означает либо они будут широкие либо они будут округлые они будут арочные они будут прямые это вот означает такие формы из менять форму бровей по настроению не нужно по настроению да не нужно это в основном происходит по вению моды да сейчас это мода на широкие такие бровки, на более естественные. И также ориентируйтесь, конечно, по естественной линии брови. Итак, сегодня я хочу вам рассказать, самое главное, вам нужно знать эти три точки. Начало, середина и конец. И уже я сейчас вам на слайдах покажу, для какой формы лица будут более смотреться гармонично бровки. Итак, для овального типа лица, это девушка, у кого лицо такое вот овальное, больше подходят бровки более прямые, либо такие слегка с аркой, совсем небольшая арочка должна быть. То есть для того, чтобы сильно не перегрузить бровки, нам нужно более такую вот прямую линию создавать. Если мы сделаем бровки такие вот сильные, сильным подъемом, сильной аркой, это может смотреться как бы более строго. Итак, следующая форма, это круглая форма. То есть если вы... Это я. Да, вот это я, это Маша, да, это Катя. Вот. Так, все сразу. Нет, это другая форма, Юлиана, другая форма. Так, если вы обладательница круглого лица, вам, девочки, больше подойдет с аркой бровки. То есть наша задача здесь что сделать? У нас нету такого вот черт лица, таких вот острых, да, поэтому мы это создаем в брови. То есть можно сделать такую небольшую арку, да, и также я рекомендую не делать короткие брови. То есть обязательно смотрим, чтобы кончик у нас был... Не стирался. Да, да, до внешнего уголочка глазика. Если вы обладательница такой вот грушевидной формы, то есть это такая вот тяжелая нижняя часть лица, то что мы здесь рекомендуем? Я рекомендую сделать более такую вот широкую форму брови, то есть здесь противопоказаны тонкие бровки. Сделать такую естественную широкую форму брови, и обязательно она должна быть с небольшой аркой. И также можно сделать более округлую форму, то есть более мягкую, для того, чтобы нижнюю часть слегка сгармонизировать. Сгармонизировать, да. И обладательницам треугольного лица. Вот это вот первое мое лицо, да? Да, то есть это когда сердечком получается. У нас здесь узко, здесь лоб как бы более активный, да. Здесь что я больше рекомендую? Здесь вам нужно обязательно смотреть на кончик брови, то есть можно сделать его слегка вздернутым, для того, чтобы взгляд стал более открытым. То есть и обязательно вы смотрите, чтобы кончик брови не был ниже, чем начало. То есть чтобы не сделать такой грустный взгляд. Да, вот такие вот у нас есть секретики, девочки. Спасибо большое, Маша. Как всегда, очень полезно. Можно бесконечно, мне кажется, слушать. Да, еще я бы хотела вас пригласить на свой онлайн-курс «Идеальные брови для себя», где вы можете дома за одну неделю создать для себя гармоничные идеальные брови и создавать их каждый день легко. А мы продолжаем, и сегодня мы говорим о красоте, и впереди у нас выпускные, значит, выбираем наряд. Добрый день, дорогие зрители. Сегодня мы с вами обсудим очень важную тему этой весны – выпускной. Каждая девушка мечтает быть самой яркой, самой выразительной на своем празднике. Ведь это особенный день, он бывает лишь раз в жизни. Тренды играют важную роль при выборе платья. Обратите внимание на замечательные цвета, которые сейчас являются одними из ведущих. Это кораллово-розовый и пыльная роза. Когда девушка выбирает подобного рода платье, конечно же, нужно обратить внимание и на фурнитуру, которая обрамляет платье. То есть это, возможно, какие-то цветы, стразы, блески, валаны и кружево. Все это сейчас очень модно. Когда вы выбираете фасон платья, обращайте внимание на то, где будет проходить ваш праздник. Если же ваш праздник проходит на улице, соответственно, ваше платье должно быть более легким. Возможно, это будут открытые руки или же короткая юбка. Если же ваше мероприятие проходит в красивом, богатом интерьере, то ваше платье должно быть более благородным. Возможно, оно будет в пол с закрытыми плечами. Все это очень важно, когда вы выбираете именно свое платье. Одной из самых распространенных ошибок является покупка платья без примеров. Девушки очень часто обращаются в интернет-магазины, обращают внимание на классные, шикарные фотографии, где на моделях платья сидят идеально. Заказывают платье и буквально за пару дней до выпускного получают то, что, скорее всего, сидит не так красиво, как было на лукбуках. Это все называется из рода ожидания реальность. И чтобы такого с вами не случалось, мы советуем, безусловно, делать следующее. Примерять платье заранее, обращать внимание на те магазины, где можно выбрать платье, примерить его и, возможно, даже там его подгонят под вашу фигуру. Еще одна распространенная ошибка – это подбор аксессуаров. Когда мы планируем свой праздник, нам хочется, чтобы все было идеально. И, конечно, мы выбираем только лучшую и самую яркую сумку, только шикарные туфли на высоком каблуке и, возможно, со стразами, шикарные серьги, которые висят у нас до самых плеч. Но если у вас красивое платье, расшитое стразами, то, возможно, вам необходимо ограничить и сделать аксессуары более умеренными. Немаловажным на празднике является прическа. В прошлом были в тренде прически объемные, с большими начесами. Возможно, они были с множеством различных вставных страз и цветов. Сейчас это уже не модно. Сейчас девушки обращают внимание на лаконичные прически. Возможно, это воздушные локоны, это более греческие прически. Также можно просто пойти с распущенными волосами, и это также будет выглядеть очень красиво. Обувь является важной на каждом празднике и выпускной не исключение. Обратите внимание на комфортные модели. Так, возможно, на высоком каблуке или большой платформе вам будет неудобно провести целый вечер. Лучше обратить внимание на лаконичные фасоны. Возможно, это будет более плотный каблук. Возможно, это будет обувь на плоском ходу. Какие-то лодочки с стразами или же, возможно, вышивкой также. Это будет выглядеть красиво и дополнять ваш образ. И последнее. При выборе платья на выпускной самое важное – это длина платья. Так как платье короткое и, возможно, очень обтягивающих фасонов будет неуместно на данном мероприятии. Обратите внимание на длину миди. Также, возможно, платье в пол. Все, опять же, зависит от масштаба вашего мероприятия. На этом все. Надеюсь, вы уже выбрали то самое выпускное платье, которое останется в вашей памяти надолго. Какая красота. Мне кажется, в каждом магазине должен быть свой штатный стилист. А мы продолжаем наш эфир и итоги фабрики идей. Так, дорогие друзья, настал тот момент, когда я хочу показать, что же у меня получилось. Сегодня я расписывала камни для украшения сада или огорода. Посмотрите, что у меня получилось. Значит, у меня вот такая вот земляничка аппетитная, божья коровка, груша, цыпленочек маленький, петушок. И сейчас я в эфире сделала вторую божью коровку и пчелку. Вот так. Здесь у меня получилось, наверное, я хотела гусеницу, но ладно, пусть такая будет. Такая смешная немножко. Она еще не подсохла, поэтому на бумажке. И вот здесь вот я еще не закончила, я начала делать рыбку. Я подумала, что все зависит от вашей фантазии. Вы смотрите, допустим, на камушек и видите, на что он похож. Я подумала, что он похож на рыбку. Далее я сделала вот такой ракушку для улитки. Ну, как панцирь у меня такой получился. И для того, чтобы сделать такие камушки в домашних условиях, вам понадобится всего лишь акриловая краска и акриловый лак, который вы в конце вашей работы должны покрыть все ваши камушки для того, чтобы они были защищены от ветра, либо от каких-то внешних воздействий. То есть под дождиком оставишь, ничего страшного. Да. Род поливаясь сколько угодно. Да, да, да. Вот такое веселое занятие, оно вот вам позволит провести с детьми время очень хорошо и плодотворно. Мне кажется, ты за час заполнила уже мамин сад. Да. И еще буду заполнять, это не предел. А, уже потом и на свой, там перейдешь, да? Да, мне понравилось это занятие, да. Потом можно и маленькие камушки, да, украшать? И большие. Чтобы комнатные цветы тоже можно украсть? Да, да, да. Ой, красота. Да, красота вокруг нас. Внешняя красота, да, о которой мы сегодня говорили. Вот, девочки, на ваш взгляд, что важнее, красота внешняя или все-таки внутренняя? Гармония и того и другое, я так думаю. Да. Потому что нельзя быть там каким-то очень с богатым внутренним миром, если за собой не ухаживаешь, кто это разглядит. Вот это такая извечная проблема, мне кажется. Вот внутренняя красота, она прежде всего зависит от нашего внутреннего ребенка. Если у нас какие-то проблемы были в детстве, надо их устранить для того, чтобы дать свободу своим мыслям, своим поступкам. Возможно, мы на кого-то обижены были. Надо это все отпустить для того, чтобы жить легко. Как раз то, о чем говорила Татьяна Васильевна сегодня, да? Вот здорово. Дорогие телезрители, окружайте себя красивыми людьми, красивыми вещами, всем прекрасным. И тогда вы сами не заметите, как начнете светиться изнутри. А не это ли есть красота? Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова